Добрый день, Ксения. Да, здравствуйте. Это букет для вас. Спасибо большое. Все-таки в рабочей суете мы иногда забываем посмотреть на календарь, а между тем, как бы мы ни относились к этому празднику, получать цветы в День Святого Валентина приятно. В Химках тоже его отмечают и даже со школьной скамьи. Итак, дети, что такое День Святого Валентина? День Святого Валентина – это День Влюбленного. В школе номер 14 установили почтовый ящик для любовных посланий. Готовят валентинки и самые юные ученики. Чаще всего дарят их друзьям и родственникам, но у кого-то разворачиваются настоящие любовные драмы. В том году мне два мальчика дарили валентинки. Когда они мне подарили несколько валентинок, я им говорю, ну, только на перегон не надо. А они сразу стали отрывать листочки, писать сердечки и мое имя. Судя по рассказам ребят, их отношение к празднику почти совпадает с видением взрослых. Кто-то активно отмечает, а кто-то игнорирует. Мы спросили у учеников третьего В, как они проводят День Святого Валентина. День Святого Валентина дарят валентинке. Там написано пожелание и признаются в любви. Еще на День Валентинок дарят не только сердечки, но и цветы. Я подарил Вике валентинку. Часто даришь валентинке? Редко. А чем Вика-то зацепила? Не знаю, она красивая. Чем займешься в этот день? Буду кушать конфетки. Которые подарят, естественно? Нет, я с собой принесла. Это, мне кажется, День Девочек, и нужно дарить валентинке девочкам. Как должна выглядеть настоящая валентинка? Ну, она должна быть в виде сердечка, очень красивая и сделанная с душой. Что нарисовал? Я нарисовал с одной стороны цветы, а с другой – середечка. Как думаешь, Катя оценит? Нет. День Святого Валентина существует более 16 веков. По одной из версий, так звали одного христианского священника. Во времена Римской империи он венчал влюбленных, невзирая на запрет императора Клавдия II, который считал, что брак разрушает римскую армию. Также Валентин передавал любовные письма, помогая двум людям встретиться. День Святого Валентина отмечают во многих странах. У каждого свои традиции. Например, в Японии принято дарить шоколад. Причем большинство подарков получают мужчины. Главный подарок у французов – драгоценности. А у датчан – засушенные белые цветы. Английские девушки этот день встречают у окна. Первый мужчина, кого они увидят – суженый. А, например, в Саудовской Аравии празднование Дня Святого Валентина черебата штрафами. В России, к счастью, никаких запретов нет. Главные символы – валентинки и букеты. Чему, разумеется, рады владельцы цветочных салонов. Говорят, несмотря на кризис, продажи в этот день вырастают минимум в полтора раза. В орхидеи идет такой более богатый цвет, такой более востребованный. Но розы, как бы в любом случае, на третий план никак нельзя отодвинуть. То есть розы – это второе место. Ну и третье место, наверное, скорее всего, уже отдам экзотике, потому что мы как бы равняемся всегда больше на экзотические цветы. Стараемся делать их, миксовать с чем-то, предлагать людям то, что более интересное выглядит. В тренде сейчас композиции не только из цветов, они также могут включать конфеты, шарики или игрушки. Все чаще клиенты просят флористов создавать в букетах необычные сочетания, чтобы удивить свою вторую половинку и сделать праздник незабываемым. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Служба новостей.